Вот здесь из подкувала идет пар. И самовар можно уже использовать. Тогда, чтобы зола не остывала, одевают крышечку, и зола еще остаются горячими, и еще какое-то время греют воду. Для того, чтобы чайник заваривают отдельно, сначала его ополаскивают кипятком, чтобы он стал теплым. Кипяток сливают, кладется заварочка, наливается кипяток, и одевается баба. Я еще добавляю кусочек сахара, чтобы он стал насыщеннее. Когда чай с сахаром, он быстрее приобретает цвет, ну, сам лист быстрее дает свои качества воде. Вот, немножечко сахарку. Одевается баба, чай заваривается. Ждем. Там чай может стоять 5, 7, 10 минут. Потом баба снимается, и чайник, чтобы он не остывал заварочный, ставится на самовар. Все, самовар стоит на столе. Все, кому надо, наливают заварку и размавляют кипятком. Все, поболтали. И... Ааааа... Иди. Иди.